Вот сколько бы популярных песен и неоклассических произведений я не выучил, когда я играю эту аккордовую последовательность, да еще и так, слушатели просто тают. Звучит жарко, необычно и танцевально, а самое главное с этим справится даже неопытный новичок. Ты же сам видел, я левую руку вообще одним только пальцем играл. Секрет этой последовательности аккордов в том, что я играю их в ритме танца Босса Нова, который ну просто на каком-то внутреннем уровне зажигает в нас огонь страсти и желания. Ну и конечно важно добавить некоторые дополнительные ступени в аккорды, которые придадут аранжировке еще больше пикантности. Давай с аккордов как раз и начнем. Чтобы тебе было проще выучить ритмический рисунок, я сначала покажу все на примере трех аккордов. А потом в конце видео мы разберем, как и какими аккордами последовательность можно усложнить. Итак, первые три аккорда это аккорд С. Чтобы его построить, я нашел С и от него посчитал сначала 4, а потом трипл тона вверх. Еще один аккорд Д. То же самое, он у меня мажорный, я нашел Д, посчитал 4 плюс 3. И аккорд БМ. Вот такой вот аккордик я нашел Б. И аккорд этот минорный, значит я считаю сначала 3, а потом 4. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. БМ это не самый удобный аккорд для новичков, поэтому ты можешь ставить руку чуть повыше. Задвигай ее больше в черные клавиши. Тогда будет попроще. А в левой руке я использую ноты А, Е, Д, снова иду на А, а затем G. Как видишь, ничего сложного ни в правой, ни в левой руке. Конечно, ведь вся магия сосредоточилась в соединении рук и в том ритме, который мы сейчас с тобой будем отрабатывать. Сначала мы с тобой попробуем прохлопать ритм, а точнее простучать. Я вот закрыл свою крышку пианино. Ты можешь делать так же. Считаем до 4, и желательно, конечно же, сделать это в медленном темпе. Вот так. То есть раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. И левой рукой мы должны стучать на счет раз и на счет четыре. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Как только начинает получаться, можешь немножко ускорить темп и считать побыстрее. Мы называем это пунктирным ритмом. После того, как ты уже понял, как его стучать, ты можешь считать про себя. А теперь добавим сюда правую руку на счет три. Очень рекомендую тебе отработать этот ритм двумя руками где угодно, чтобы довести его до автоматизма. Теперь переносим это на клавиатуру. Итак, в левый начинаем с А. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Еще разок, 1, 2, 3. И заново, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Я специально сейчас в конце играл G два раза, чтобы мы могли зациклить этот кусочек и играть его бесконечно, отрабатывать, пока не станет лучше. Обязательно начиная с медленного темпа, как только начинаешь чувствовать себя увереннее, можешь постепенно ускорять. И после того, как у тебя стал получаться этот рисунок, я очень тебе советую добавить в правой руке еще один аккордик, самый вкусный, который заставляет двигать бедра с большей амплитудой. Значит, смотри, как добавить этот аккорд. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три, четы 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Прежде чем усложнить уже получившуюся последовательность аккордов, я тебя очень прошу сначала ее отрепетировать как следует, добиться автоматизма, чтобы игралась легко и свободно. А еще переходи по ссылке в описании и забирай целых 5 бесплатных уроков нашей легендарной программы «Фортепиано. Свободно и навсегда». Где ты за 5 занятий пройдешь путь от первой мелодии на фортепиано до своего собственного произведения. А также узнаешь, как научиться играть на фортепиано свободно за 10 шагов. А теперь вернемся к нашей басанове. Я готов. Спасибо. Какие же еще аккорды в эту цепочку можно добавить? Итак, играем то, что уже выучили. Доходим до G здесь. Не играем ее второй раз, а идем на C. В правой руке аккорд C, в левой руке бас C. Идем на бас G. Дальше идем на бас F-DES. В правой руке оставляем C. Идем в левой руке снова на C. В левой руке на B. Дальше аккорд B в правой руке мажорный. Идем в левой руке на F-DES. И спускаемся на Е, а в правой руке играем БМ. И после этого можно сыграть Б уменьшенный, то есть взять вот эту черную клавишу и опустить на Ф. Я понимаю, что скорее всего у тебя сейчас выдвигаются глаза, поэтому давай вместе со мной мы сделаем это очень медленно. И подсчет. Раз, два, три, четыре. 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 и будешь играть его свободно, в тебе проснется этот жар, это стойкое желание играть басанову. И ты сможешь добавить в него всякие интересные нотки. И твой ритм станет еще более разнообразным и горячим. И ты будешь интуитивно понимать, куда еще можно добавить нотки и дополнительные акценты. И давай я покажу тебе, как еще можно сыграть эту басанову совсем несложно. Еще больше крутых трюков и приемов ты узнаешь на нашем онлайн-курсе «Фортепиано. Свободно и навсегда». И, конечно же, на нашем канале есть еще несколько видео с подборками трюков для новичков. Так что и их обязательно изучи. Подписывайся, ставь лайк и до встречи в следующем видео.